Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка по тексту Острожской Библии 1581 года. И сегодня мы будем читать и рассматривать 11 главу этой книги. «Абия входящая в ню, обрящите жребя, привязанно на неже никто же от человек в седе». Итак, здесь мы видим, Христос дает повеление, чтобы его ученики пошли в селение, и чтобы там они взяли бы жребя, привязанно на неже никто же от человек в седе. То есть взяли бы осленка, на котором никто еще из человек не ездил. Вот этот осленок – это символ языческого мира, который еще не соприкасался с откровением Единобожия, который не имел пророков, которые бы свидетельствовали о правде Божией. И Христос, Бога-человек, который имеет намерение оседлать осляти, на котором еще никто не сидел, это Сын Божий, который хочет, чтобы укротить языческие нравы, оседлать их страсти и даровать им истинный путь приближения к небесному Иерусалиму, Граду Божию. И в этом смысле эти действия Христа, они глубоко символичны. «Отрезшее, – сказал он, – приведета, и аше, кто вам речет, что творито се, рцета, яко Господь требует е». Вот здесь Христос говорит, значит, приведите ко мне. Он обращается к апостолам с этой просьбой. И апостолы исполниют эту просьбу буквально, они пойдут по миру проповедовать и приведут многие-многие народы ко Христу. «И аше, кто вам речет, что творито се, рцета, яко Господь требует е». Господь требует е, то есть Он требует, чтобы те народы, которые еще не приняли евангельскую весть, через проповедников истины, они тоже обрели бы путь спасения. «И аби послед е, сэмо, и доста же, и абритоста жребя привязана при дверях вне на распутии». Здесь мы видим, что жребя привязана при дверях вне, то есть вне жилища, ведь у них не было Дома Божия, у язычников, и они были на распутии. То есть любой бес входил в их жизнь, любой бесовский проходимец проникал в их мир и губил их. «И отрешиста», то есть надо отвязать и привезти, «иннеция отстоящих ту глаголуху им», то есть они отправляются, чтобы привезти этого осленка, «иннеция отстоящих ту глаголуху им, что деята отвязающая от решающая, то есть отвязывающая жребя, она же реста им, они же отвечают им, як уже заповеда има Иисус», то есть как Христос научил их, что надо говорить, так они и говорят, «она же реста им, як уже заповеда има Иисус и оставиша я», то есть когда они повторили слова, которые Иисус вложил в их сознание, то их оставили в покое, и никто не возражал, что они отвязали осляти и увели. «И приведос-то жребя к Иисусове, и возложиша на не ризы своя и в седе на не». Апостолы приводят к Иисусу Христу целые народы, Христос возлагает на это осляти одежды. Одежды Христа в понимании блаженного Иеронима – это святые. Святые проповедуют Святое Евангелие не только словом, но и силой чудотворения. И далее мы читаем. «Мнози же ризы своя постлаша по пути», то есть когда происходит вход Господень в Иерусалим, то многие стали свои одежды постелать на пути, то есть как бы изъявлять желание, и чтобы самим оказаться как бы прахом под ногами Учителя. «Друзии же ваи резаху от древия» «Ваи – это пальмовые ветви, в нашем случае это верба. Друзии же ваи резаху от древа и по стелаху по пути, и предходящие, и вслед грядущие, вопияху глаголющие, а санна благословен гряды во имя Господне, благословенно грядущее царство во имя Господне, отца нашего Давида, а сана вышних». Вот таким образом, с пальмами, ветвями, посадив на осленка, человека, обычно приветствовали царей. И в книгах «Царств» есть описание того, как воцарялся Соломон, и там тоже его посадили на это низкорослое животное. Осел – это символ человеческого упрямства. Оседлать осла – это значит смирить животные страсти. А так как перед этим настилаются одежды, святые являют нам пример, как преодолевать собственные страсти. В Ветхом Завете осел – это образ похотливости, сексуальной похотливости. Там есть такие резкие выражения, а об египтянах, что они как похотливые ослы. И Христос, который оседлал осляти, это Христос, который силен оседлать наши страсти, укротить их, смирить. «И в Ниде в Иерусалим Иисус, и в церковь, то есть в храм, и, взглядав вся, позднее уже сущую часу, изыди в Вифанию со обемена десяти». То есть, когда день подходит к закату, этот день входа Господня в Иерусалим, он возвращается в Вифанию, в дом своих друзей Лазаря, Марфы и Марии. «И наутрия, исшедшим им от Вифания в залка». То есть, когда утром они идут в Иерусалим, Христос испытывает голод. Но этот голод, на самом деле, это духовный голод. «И, видев смоковницу», смоковница – это символ еврейского народа, «И, видев смоковницу издалечия, имущую листвия прииди, аше уба что обрящет на ней». То есть, листва-то там была обильная, но Христос подходит к этой смоковнице, надеясь найти какие-то плоды. Все мы, в некотором смысле, тоже как смоковница, мы шелестим листвою, но есть ли плоды добродетелей в нашей жизни? Надо сказать прямо, что вот в это время смоковница не плодоносит на святой земле. И, казалось бы, эта претензия Христа, она не своевременна. Но это символические действия, которыми Христос показывает свое отношение к избранному Богом народу, что они должны были приносить плоды в любое время, но на этой смоковнице ничего не оказалось. «И пришед к ней, и нечесовший, обрите токма листвия» Никаких плодов, только шумящие листва. «Не у Бобе время смоквам», потому что не было еще время для того, чтобы смокву подносили, «и отвечав Иисус рече, ей, да не к тому, а тебе веки никто же плода снесть». Вот здесь совершенно очевидно, что это было символическое действие, потому что в это время и у Марка это сказано, смоковница не плодоносит, но это было символическое действие по поводу Израиля. «И слыших у ученицы его и придоши паки в Иерусалим, и вшед Иисус в церковь, начат изгонити продающие и купующие в церкви и трапезы торжника, и седалище продающих голубей из провежья». То есть Христос начинает изгонять из храма продающих, менял продающих голубей и опрокидывает столы. И не дальше, да кто мимо несет сосуд сквозь церковь, и он не разрешает проносить какие-то вещи через храм, имеется в виду вещи для торговли, то есть их не просто продавали рядом с храмом, кто-то там переносил, с одной части храма в другую часть, может быть, что-то складировали даже в храме. «И у чаши глаголя им нест ли писана, яка храм мой, храм молитве, наречеца всем языкам, вы же сотвористи его вертеп разбойника. И слышише книжницы и архиереи и искахо, како его погубят бяху бо ся его, бояху си бо его, яка весь народ, дивляшися о учении его, и яка поздей бысь исхождаше, вонь из града и утра мимоходяше, видеше смоковницу, иссохшу, из корения. То есть смоковница высохла, как высохли из сердца тех книжников, фарисеев, архиереев, старцев, которые были в храме и допускали все то безобразие торговли в храме. И вспоминув Петр глагола ему «рави», «вишь смоковницу, юже проклят», то есть «видишь смоковницу, которую ты проклял, уше засохло, и отвечав Иисус глаголя им». Вот здесь мы немножко остановимся, почему Христос прогоняет торгующих в храме. На самом деле этот вопрос очень интересный. Во-первых, они торговали в непростительной близости к самому храму и даже через храм проносили какие-то вещи. Но, с другой стороны, они продавали в храме все самое необходимое близ храма. Столы миновщиков денег. Чем они занимались? Дело в том, что в Иерусалимский храм запрещено было вносить языческие деньги, потому что на языческих деньгах были изображения языческих богов и языческих императоров, которых уже при жизни почитали богами. И миновщики денег выполняли очень благочестивую миссию. Они обменивали вот эти деньги с языческими изображениями на храмовый шекель, на котором были нейтральные изображения, никаких языческих богов, никаких этих императоров, чтобы люди могли спокойно входить в храмы, там, жертвовать. Потому что даже покупать что-то для храма не на храмовый шекель не разрешалось, потому что там были изображения. Помните, Христос взял монету и спрашивает, что тут изображение? Ему говорят «Кесарево», а он говорит «Ну и отдавайте Кесарево Кесареву». Проблема заключается в том, что слишком близко расположились эти столы. А продавцы живности продавали птиц. Птиц приносили в жертву, когда совершался чин очищения женщины на сороковой день после рождения ребенка, если это мальчик, на шестидесятый день после рождения ребенка, если это девочка. И продавали животных для жертвоприношений. То есть все, казалось бы, функционально обоснованно, но в недопустимой близости к храму. Поэтому в нашей православной христианской традиции свечные ящики стоят вне храма. Они стоят в той части храмового строения, которая называется трапезная. Потому что, собственно, храмом считается пространство под куполом. Это круг, который объединяет алтарь, и то, что за иконостасом, и то, что перед иконостасом. А вход в храм это паперт, потом идет трапезная, когда мы заходим в храм, и тут могут стоять свечные ящики. А вот в пространстве некого круга под куполом, конечно, это недопустимо. Поэтому не надо думать, что христиане игнорируют такой момент. Если говорить о пожертвовании в храме, то это было повеление Божие, это описано в 4-й книге царей, делать ящик, в ящике делать отверстие, и чтобы жертвующие на храм, на его содержание, могли бы туда кидать эти монетки. Потом составлялась целая ревизионная группа, в которую входили священники, и те, которые занимались восстановлением храма, они эти деньги считали и распределяли по необходимости. Конечно, тогда тоже были злоупотребления, и в какой-то момент священникам вообще запретили в эту кружку залазить, а кружку снимали те люди, которые следили за порядком в храме. Это тоже описано в 4-й книге царей. И вот апостолы задают вопрос Рави, «Имейте веру Божию». Вот эти слова Иисуса Христа, они полны духовного смысла. Почему Христос призывает нас иметь веру Божию? Потому что нашей личной веры явно недостаточно. Потом наши собственные вероубеждения, они могут быть глубоко субъективными. Иметь веру Божию, это иметь объективное представление о том вероучении, которое раскрывается для нас в божественном Откровении. В апостольских посланиях говорится «имейте чувствование Христовы». Как человеческая вера, она субъективная и не представляет интереса в глазах Бога, надо иметь веру Божию, так и наше чувствование. Как я часто объясняю, в результате грехпадения чувственный аппарат человека повредился самым страшным образом. А призыв «имейте чувствование Христовы» означает, чтобы мы, как пишет апостол Павел, носили бы мертвость Господа Иисуса Христа в себе. Имеется в виду мертвость ко греху. А чувствование Христовы — это чистые чувства, которые не связаны с греховной поврежденностью в результате грехпадения. «Имейте веру Божию, аминь бог глаголю вам, яко ижи аши речет горесей, двигнися и верзися в море и не размыслить в сердце свое, но веру иметь, яко ежи глаголит бывает». То есть если кто скажет пусть гора сдвинется с места, она сдвинется. «Будет ему ежи аши речет» То есть как скажет верующий, так и произойдет. «Сего ради глаголю вам вся ели ка аши моля ашися просите» То есть если вы что-то просите, «веруйте, яко приимлите и будет вам». Вот вера Божия, если она обретается в нашем сердце, это вера без сомнений. А такая вера рождается только от божественного откровения. Как сказано, вера отслышания отслышания от Слова Божия. «Игда стоите моляшися, отпущайте аши что им эти на кого?» То есть когда становитесь на молитву, в сердце своем прощайте всех, на кого вы что-то имеете. «Да и Отец ваш иже есть на небес всех отпустит вам согрешение ваше. И аши ли же вы не отпущаете ни Отец ваш иже есть на небес всех отпустит вам согрешение ваших». То есть мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог относится к нам. «И придоша Паки в Иерусалим и в церкви ходящую ему, то есть в храме, придоша к нему архиереи и книжницы и старцы». Вот на самом деле вот эти группы людей, они в обычной ситуации не взаимодействовали друг с другом. Но как минимум архиереи не общались с книжниками, они считали, что это какие-то плебеи, только архиереи, патриции. старцы, это люди из народа, ими тоже архиереи пренебрегали, а здесь все они единодушно выступают для того, чтобы искусить Иисуса Христа. «И глаголуше ему, коюю областью сия твориши», то есть какой властью ты все это делаешь, и кто тебе область сию даст, то есть кто тебе эту власть дал, «да сия твориши», Иисус же отвечав рече им, «вопрошу вы и ась слово едино, и отвечайте ми, и реку вам кою областью сия творю». Кстати, это очень по-еврейски на вопрос отвечать вопросом принято было с очень древних времен, и в настоящее время это тоже существует. Какой же вопрос задает им Христос? Крещение Иоанна во с небесе либе или от человек? Отвечайте ми, и мы шлихо к себе глаголюще, и они начинают рассуждать, аше рече, то есть если скажем, с небесе, речет, «по что уба невервости ему», тогда Иисус спросит, а почему вы не приняли то, что он говорил? А Иоанн Креститель говорил о чем? Он о Христе говорил, грядущий за мною сильнее меня. Но аше речем от человек, а если они скажут, что это человек, служение Иоанна, то крещение, которое он совершал, «бояхуся люди», они не могли так ответить, потому что они боялись народа, «всибо имееху Иоанна, яка воистину пророкби», весь народ почитал его за истинного пророка, «и отвечавши глагол лоша невемы», они отвечают, не знаем, они не хотят прямо отвечать на этот вопрос, «и отвечав Иисус глаголы им, не аз», то есть «и я глаголю вам, кою областью сия творю», «и я не скажу вам, какой властью сия я творю», то есть Господь поступает с ними, отталкиваясь от их лукавства, они пришли с намерением искусить Христа и он их ставит в не менее затруднительное положение, так что они ни с чем отходят от него в этот раз. Итак, сегодня мы изучали Евангелие от Марка по тексту Астровской Библии 1581 года. Если вы хотите регулярно участвовать в этих беседах, подписывайтесь на наш библейский портал, чтобы к вам приходили извещения о том, что очередная передача по той или иной библейской теме появилась, чтобы вам не пропускать эти занятия, а со всяким усердием и постоянством принимать в них участие. Спасибо всех, Христос!